Здравствуйте! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Страница 17». Я ее ведущая Юлия Стаферова. Там, где есть книга, человек уже не остается наедине с самим собой, в четырех стенах своего кругозора. Он приобщается ко всем совершениям прошлого и настоящего. Ленинский городской округ наполнен творческими людьми. Недаром город «Видное» получил звание «Литературный город России». Ранее я уже рассказывала про краеведов Алексея Плотникова и Алексея Зименкова, а также про поэтессу Наталью Власову. Сегодняшний выпуск посвящен библиотекарю и писательнице Ольге Савиновой. Она поведает о своей жизни и о творчестве. Расскажите о себе. Здравствуйте! Меня зовут Савинова Ольга Анатольевна. В настоящее время я работаю заведующей библиотеки ЖК «Зеленая аллея». Но у меня есть еще такое хобби. Я писатель. Писать я начала после 40 лет. В общем-то, совершенно неожиданно. Но большинство людей имеют какие-то таланты. Обязательно. Но они об этом просто не знают. То есть вот после 40 лет я поняла, что я могу писать. Я начала писать. И сразу большую книгу. Роман. Последнее разделение. Иногда спрашивают, как я пишу. Как это у меня получается. Вот я на это могу сказать, что я, наверное, не такой писатель, как традиционные писатели говорят, что труд писателя – это очень тяжелый труд. Я пишу только, когда у меня есть настроение. Ну, потому что это не моя работа. И настроение, и время. Пишу сразу. Сначала до конца. Да. Причем у меня нет ни сюжета в начале, когда я начинаю писать, ни каких-то действий. То есть очень все разворачивается само собой. Сюжет разворачивается. Герои начинают жить своей жизнью. Первая книга, моя последнее разделение, я написала, закончила ее писать где-то в 2008 году. Мне даже в голову не приходилось, что ее можно издать. И только когда мои друзья, прочитав эту книгу в рукописи, естественно, очень многие начали мне предлагать, чтобы я ее издала. Только после этого, что людям она показалась интересной, я решила, что можно попробовать издать. Так вот получилась моя первая книга «Последнее разделение». А чем ваша книга? Я пишу в жанре философской фантастики. Ну вот, например, я коротко могу зачитать вам коротенький такой вот, как эпиграф, аннотацию «Кто мы?» И зачем мы приходим на Землю? То есть вот об этом моя книга. Здесь, конечно, я использовала факты древней истории нашей Земли, библейские сюжеты, в том числе. В общем, здесь переплетено настоящее с прошлым. И получилось, что книга, она не совсем фантастическая, потому что здесь очень много исторических фактов, которые я просто художественно описала, используя своих главных героев, которые участвовали в этих исторических событиях. Получилось так, что эта книга случайно попала к специалистам. Дочь моя в то время ходила в студию «Слово» к Зименкову Алексею Павловичу, и она ему подарила мою книгу. Алексей Павлович ее прочитал и оценил ее очень высоко. То есть для меня это было просто неожиданность. После этого я начала посещать заседание молодежной студии «Акцент» Шкулевского объединения. А когда я написала вторую книгу, вот она, кстати, «Источник жизни», меня приняли в союз писателей, потому что эта книга стала дипломатом премии Бунина. В 2014 году меня приняли в союз писателей. Как вы стали библиотекарем? Дело в том, что у меня два высших образования. Одно из них техническое, другое гуманитарное, и никак не связано с библиотекой. Раньше я работала и инженером, и юристом в последние годы. Но в связи с тем, что деятельность литературная мне стала близка в последние годы, так получилось, что вот мне предложили, когда открылась эта библиотека, поработать здесь, попробовать. Так я стала библиотекарем. Как вы пришли к тому, что вы начали книжки писать? Как я пришла? А я сама даже не знаю. Так получилось, что настал какой-то период времени, и мне просто захотелось описать одну ситуацию такую, которая вот в начале книги «Последнее разделение». Просто там она начинается с вопроса «Ты забыла, зачем ты сюда пришла?». И я дальше начала описывать и думать, кто задал этот вопрос, кому он задал, и почему вообще, какие действия может он повлечь. И дальше я придумала героев, которые начали жить жизнь в этой книге. Сколько у вас книг? В настоящий момент мной написаны четыре книги. Летом вышла моя книга «Однажды на земле». Здесь три моих произведения. Это рассказ «Движение прошлого». Повесть, еще раз я переиздала вот эту «Источник жизни», она входит сюда. И последняя новая совсем повесть «Каникулы с инопланетянином». Эта повесть даже, ну, она больше детская, но я бы сказала, что она интересна будет и родителям, то есть это повесть для чтения вслух всей семьей. Вот. Поэтому вот последняя моя книга «Однажды на земле». Она есть у нас в библиотеке. Вообще все мои книги есть в моей библиотеке, где можно взять их и почитать. Я могу вам зачитать отрывок маленький из последней повести «Каникулы с инопланетянином». Я подумала, что когда люди счастливы, то время летит быстро, как ласточка, и тянется, как ползущая улитка, когда они расстроены. Внутри меня сейчас засела такая улитка и медленно ползла там, стягивая все вокруг и мешая свободно дышать. Я даже почувствовала что-то такое, тянущее там в груди, где раньше обитал комочек радости. Что вас вдохновляет? Жизнь. Меня вдохновляет сама жизнь. Отношения между людьми, какие-то события, природа. Иногда какая-то мелочь, которая кажется несущественной, но из этой мелочи может сложиться что-то очень интересное, если посмотреть на это со всех сторон. Ещё я хотела бы зачитать вам такой эпиграф к последней моей книге, которой, я думаю, выражает моё отношение, и в том числе ответ на ваш вопрос, что меня вдохновляет. Настоящая дружба, любовь, неравнодушие, хрупкость нашего мира, отношения между людьми, жизни, желание идти вперёд, сделать что-то, изменить что-то, и измениться самому, не согласиться с чем-то и доказать, что есть другое. Говорят, что будущее мы выбираем сами. И если мы можем сделать для него что-то сейчас, то мы должны сделать это. Какие у вас планы на будущее? Всё получается само собой. Я не планирую с точки зрения писательства никаких конкретных книг, названий у меня нет. Что я пишу? Я пишу какие-то кусочки постоянно. Потом они могут сложиться в книгу. Если будет много кусочков, уже будет видно, что там получается. Ольга Анатольевна работает вместе со Светланой Земсковой. Она хорошо знает о произведениях, которые пишет её коллега. Она пишет прозу, фантастика жизни. Книги лёгкие, доступные и взрослым, и детям интересные. Библиотека «Зелёной аллеи» открылась 5 сентября прошлого года. На сегодняшний день это единственное библиотечное учреждение в быстрорастущем жилом комплексе, где успешно реализована программа модернизации обслуживания. А именно, в библиотеке проводят образовательные и развивающие кружки для подростков и детей. Например, кружок «Арт-студия». Его преподает дизайнер Анна Титова. Делаем всякие разные интересные вещи. Соответственно, это разные техники, пластилинография. То есть мы не просто лепим пластилина, мы делаем пластилиновые картины. Мы рисуем кофе. Во-первых, это приятно, ароматно и интересно получается. Ну и разные другие техники. То есть это больше про творчество и про детскую безграничную фантазию. Писатели и краеведы Ленинского округа не раз становились победителями областных и всероссийских литературных конкурсов за свои многочисленные издания и заслуги. А библиотеки муниципалитета признаны центрами общественной и социально-культурной жизни. На этом наш выпуск заканчивается. С вами была Юлия Стаферова. Увидимся в следующей программе «Страница 17». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok